привет дорогой мой друг меня зовут алексей приветствую тебя на моем канале я из владивостока сегодня у нас с тобой будет приготовление колбасы из дикого мяса здесь у нас оленятина вырезки кусочки остались различные у меня здесь два килограмма помимо нее я взял свиной шпик вот такой 200 грамм 20 процентов в общем на соотношении на килограмм мяса плюс 20 процентов сало я буду делать предпосол буду использовать нитритную соль в соотношении 18 грамм нитритной соли на килограмм продукта мариновать я буду несколько дней это дня 4 5 туда я добавлю чесночок усилитель вкуса добавлю обязательно имбирь молотый вот и приправки для говядины поехали нарежем по быстренькой уложим и замариную нарезать я буду сразу под мясорубку а как она с жилками это наше мяско мы его будем перемалывать основную часть на мелкой мясорубке потому что я имел опыт сделать колбаску на крупной мясорубке о чем пожалел да кстати я еще добавлю фосфаты 5 грамм на килограмм для того чтобы исключить бульонный потек для того чтобы сделать мясо более эластичным послушным более вкусным фосфаты можно купить на сайте бесплатная кстати реклама сайт называется колбаса дома . ru вот можете там купить все придет вы получите там же можно купить различные специи и и все остальное необходимое для колбас черева кстати я там покупал оболочку для сыровяли не у меня оленятина сыровялись в автомобильном холодильнике специально этой оболочки ай цел называется а позволяет проверить невзирая на окружающую среду содержание влажности воздухе обычно сыровял делается при 70 процентах 70 75 процентах влажности ай целую все равно кому интересно посмотреть колбаса дома ну или ем колбаски есть он товарищ такой торгует тоже но мы же будем делать область горячего копчения коптильни от компании москит вот такая коптилка в общем все увидеть вот так нарезаю со шпиком у меня отдельная история я вам видео покажу так у нас два килограмма 200 грамм нам понадобится на это соотношение 36 плюс 2 грамма 38 грамм нитритная по солнечной смеси так нам понадобится 10 грамм 5 грамм на килограмм у меня обосол обосол 305 так все высыпаем решенечко так и мы добавляем обязательно пол чайной ложки на килограмм чеснока сухого я буду кидать чайную ложку у меня два килограмма буду кидать приправу для говятину пол чайной ложки на килограмм у меня два килограмма поэтому чайная ложка мы кинем имбиря на два килограмма чайной ложки и мы кинем усилитель вкуса чайную ложку это перед посол у нас в принципе это и весь посол потом и все это через мясорубку прокрутим и через пять дней и будем набивать нашу череву а далее будем обсушивать обжаривать коптить в общем все увидите все ребят до встречи эту беру в холодильник на пять дней но вот друзья наша колбаска спирит посолом почти готова сейчас я буду нарезать шпик мелким кубиком мясо прокручу на самой мелкой решетки у мясорубки по моему тут двоечка у меня и мы продолжим в общем пока буду мясо через мясорубку пропускать шпик положу влад чтобы подморозить проще будет его нарезать так выглядит наше мяско сейчас будем резать шпик все наш пик готов сейчас мы его тарелочку под кипяточек для чего мы так делаем для того чтобы наша сальса чуть-чуть подварилась и в момент тогда когда мы будем забивать нашу кишку через мясорубку не произошло смешивание вот этого жира вместе с мясом чтобы картинка была и тогда получится красивый рисунок у нашей колбаски в принципе все сейчас я стала замешаю солью на дуршлаг перемешаю его с мясом с нашими и мы продолжим уже забивать нашу кишку высыпали наша салка теперь просто перемешиваем хорошенечко и берем сторонку даем чуть-чуть полежать потом добавим водички 10 процентов от общей массы и будем набивать нашу кишечку ну вот друзья наш фаршное тесто постояло отстоялось использовать мы будем для набивки вот такую вот полимерную оболочку у меня белковая полимерная оболочка диаметром 45 вот я ее замачиваю буквально там минуток на пять водичку теплую водичку теплую и будем завязывать и набивать через нашу мясорубку поехали да кстати у меня осталось говяжья черева я решил вот такой сделать еще колбаску помимо другой оболочки вот в итоге у нас вот такая палочка набивается мы ее потом сжимаем и скручиваем была плотненько было так и крутим когда она получается плотненько дальше завязываем друзья завязал теперь не знаю видно на камеру вот видите вот такие вещи это у нас воздух мы его выпускаем для того чтобы в этих местах не произошел бульонный отек это важно ну вот вторую колбаску заканчиваем ну вот и вторая наша палочка завязана готова вешаем на отсушку и оттепление ну вот так собственно наша красота за линятину выглядит ну вот друзья собственно мой швс-1 загрузкой до 80 килограмм от компании москит прошлом и деле повесил я нашу колбасочку из оленятинки сейчас мы его теплим обсушим и повесим нашу коптильню для термической обработки так это дело закрывается вот такого она размера все включаем сеть включаем вентилятор нагрев ставим на максимум 40 градусов и оттепляем в течение получаса так друзья немного о моей коптильне у меня уек 2 загрузкой до 25 килограмм от компании москит электростатика 4 в одном она умеет работать горячее холодное копчение также горячее холодное копчение под воздействием электростатики здесь у нас имеется включение сети включение тэна для зольника регулировка зольника ТЭНа, и также включение электростатики. И еще здесь есть ТЭН для горячего копчения, регулировка и включения его. Так, здесь вот таких два замочка. Здесь у нас находится с этой стороны зольничек. Вот такой. В него помещаются вот такие дровишки. Нам для копчения нужно на 4 вот таких дровишечки, примерно 150-200 грамм. А плюс я всегда использую в копчении корку апельсинов или мандаринов. Они дают вкус, цвет и аромат. Поехали дальше. У нас комплектации идут. Есть еще середина перегородочка, но я вытащил, вот как вот это по стенкам идут. Я уже коптил. Коптильная немножко такая загрязненная. У нас есть поддончик. Под поддончиком у нас есть ТЭН, видите. Оттуда же снизу выходит дымок. Вот здесь находится перемыкатель для электростатики. Если во время работы открываешь дверь, она отщелкивается дверью. Вот так вот. У меня она. Вот она видно. Отщелкивается дверью и электростатика отключается. Также у нас здесь есть рельсы вот такие. На них вешаются шпажечки. Ну и на них соответственно продукт. Можно повесить таким образом. Вот есть коротенькие специальные такие шпажечки поперечные. Все. И мы вот по серединке таким вот образом можем повесить наш продукт. Наша главная задача когда мы вешаем продукт чтобы продукт вешается на фазу. Здесь 22000 вольт. Вот. По стенкам у нас 0. Ну и по серединке если перегородка ставится тоже 0. Тут есть у нас такие короче штуки которые не проводят электричество. Не помню как называется. В общем что. Мы вешаем продукт. Наша задача сделать так чтобы продукт не прикасался к стенкам. Иначе пройдет замыкание и не получится копчения электростатического. Ну и все. Мы вешаем. Включаем тены. Включаем всю систему. И закладываем дровишки. Вот. Когда произвели тепловую обработку запускаем дымок в камеру. Весь лишний дым. Вот я сделал такую трубу чтобы по ней уходил там есть специальное отверстие. Весь лишний дым будет уходить у нас на улицу. Но его практически мало. Всего процента 3 от общего дыма который поступает в камеру. Все остальное садится на продукт за счет электростатики и въедается. Крутая коптильня. У меня была такая же побольше. Вот. Я ее так можно сказать друзьям продал. Себе взял поменьше для личных целей. До этого было у меня производство. Вот все. Наша колбаска оттеплилась колбаска из оленятинки. Мы ее повесили в нашу коптильню. Повесили на фазу. По краям стенки коптильни у нас ноль идет. За счет этого в камеру когда подается напряжение электростатики фаза на себя притягивает дым. Дым поступает снизу и продукт так-так как висит на фазе в себя втягивает весь дымочек в нашу копоть вкусненькую. Закрываем коптильню. Проверили все зазорчики чтобы наша коптильня не было замыкания. И включаем работу всей системы коптильни. Включаем нагрев тена снизу и выставляем температуру 85 градусов в камере. Сверху вот у меня вот так вот вытяжка сделана чтобы лишний дымок уходил за пределы помещения. Все. Готовим нашу колбаску до 69 градусов телепродукта. Я потом термощупом буду проверять. И далее закладываем наши дровишки в зонечек вон туда. также я добавляю корочку апельсина мандарина высушенную. И после того как мы доведем продукт до готовности мы включим сеть работы зольника выставим температуру на максимум и минут через 15 включим электростатику и наш продукт будет коптиться. Все друзья наш продукт практически готов. Вот сейчас еще чуть осталось и ну а мы пока запустим все запиликало температура нужная дошла она еще догонит до 71 я выключаю темп горячего копчения включаю работу зольника дрова я уже загрузил выставляю на максимум и через 15 минут я включу наш электростатику ну все 15 минут прошло включаю электростатику не знаю слышно не слышно в общем все наше копчение пошло дровишек нам хватит на одно копчение как раз где-то копить будет минут 40 все друзья наше копчение подошло к концу практически мы выключаем наш зольничек вот и оставляем еще минут на 10-15 электростатику поработать для того чтобы весь оставшийся дым в камере ушел в продукт ну все друзья наш дымок ушел прошло 10 минут отключаем электростатику выключаем нашу систему коптильни смотрим что там у нас с нашей колбаской залинятины ох дымок давайте перевешиваем ее сразу на швс и оставим на обветривание где-то на часик она еще наберет свет от дыма и увидимся за столом за дегустацией все друзья мы донесли нашу колбаску после обветривания до дома сейчас будем пробовать нашу оленятину давайте разрежем ее пополам отлично прям как в магазине посмотрите вот так она выглядит попробуем сделал я нашу ленятинку два вида оболочки искусственную и натуральную мясо из дичи своеобразная на самом деле на любителя но по соли по консистенции по эластичности видите не ломается отлично в общем у кого какие будут вопросы комментарии вы пишите я обязательно вам отвечу я с вами прощаюсь пока до встречи из Владивостока до встречи до встречи Продолжение следует...